А мы желаем вам всем доброго дня и хорошего настроения. Программа «Твое утро» – прямой эфир 2-2-2-3-3-3. И желаем вам всем хорошего настроения. Но погода сегодня потеплее, чем была вчера, друзья. Поэтому с хорошим настроением идем на работу, либо просто по магазинам и смотрим нашу программу. Ну смотри, расписал весь мой день. Это прекрасно, друзья. Мне кажется, что нужно заниматься теми делами, которые приносят удовольствие. Вот я, например, просыпаюсь в 5 утра с удовольствием. Кстати, друзья, молодое поколение, если вам нужна консультация по ремонту, то обращайтесь к Маше. Да, если мне нравится ремонт, я с удовольствием его занимаюсь. Ее сторис, по-моему, в последнее время превратился в агента по недвижимости и ремонтным работам. Но это для тех, кто следит за нами в Инстаграм. А для тех, кто смотрит программу «Твое утро», мы просто каждое утро говорим вам, друзья, хорошего дня, отличного настроения, улыбайтесь друг другу, делайте комплименты друг другу. И пусть ваш день начинается вместе с нами. Тебе прет сегодня. Ну, дорогие друзья, вот от работы, также и от своих дел, сегодня мы хотели бы вас познакомить с человеком, которому также не безразлично, молодежная политика, судьба молодежи в городе Актьюбе, человек, который любит также чистоту, они с Машей чем-то похожи, Таримон делает эту чистоту. Мы приветствуем студии Баха Малдагиреева, председателя ЖАЗ Канад Ассоциации Делых Женщин Казахстана. Баха приветствуем. Да, мне привычнее бакуня, вот знаешь, вот так, чтобы, вот прям вот посуде по-свойски. Ну, это ласково, да, да, но надо официально, ты все представитель ЖАЗ Канад Ассоциации Деловых Женщин. Баха, расскажи вообще немного о себе, мы знаем, что давно у тебя есть бизнес, ты занимаешься общественной деятельностью, помогаешь, есть несколько аккаунтов в Инстаграм, куда люди обращаются с просьбами, помощью и так далее. Вот необычная история успеха, которую вы признались в одной из беседий, началась с какого-то гаража. Да, да, да. В общем, меня зовут Баха Малдагиреева, все близкие называют меня бакуни. Занимаюсь я бизнесом последние 4 года, и последние 2 года это франшиза. Есть в таких городах, как Таушенкьян, комплекс услуг, помощь хозяйки, наверное, слышали. Это не только клининг и уборка после ремонта, или такая обычная уборка. Это также нянечки на час, это электрики, сантехники, массажисты, миссёстры. В общем, любая помощь хозяйке, которая приезжает в течение дня, в течение часа и работает 24 на 7. Началась она с гаража, да, почему это мой первый офис, был как у Стив Джобса. У меня не было, у меня вообще не было каких-то либо затрат, этот бизнес начинался с нуля. И так как у меня ребёнку всего лишь было месяц, когда я открыла свой бизнес. Рискованно. Свой бизнес, да, я оставляла его на втором этаже с бэби-няней и спускалась в гараж и работала. В общем, нанимала людей, набирала. Это был гараж. И так, наверное, пока ребёнку не исполнилось 9 месяцев. Я не знал, слушай, сколько тебя знаю, не знала, что именно гараж у тебя был. Да, в гараже. Место локации. В гараже, да, в центре города, гараж. Это был этот, с радионяней, с нянечками, с людьми, в общем. Так мы сидели. Потом этот гараж перешёл в, я его, в общем, закрыла, соорудила другой вход и сделала детский центр. Детский центр, почему? Потому что ребёнок мой рос, мне нужно было работать, я не могла его где-то либо оставлять, мне не было просить, не могла просить уже ни маму, ни бабушек, никого, других, в общем, людей. Мне пришлось из этого гаража соорудить уже детский центр. В общем, я и сделала ремонт, сделала другой вход. Вот слушай, сейчас смотрят женщины. Бизнес – это риск, тем более связан со школами, с детьми, да, вот, с клинингом. Каждый день появляются какие-то компании, появляются в Инстаграме какие-то услуги. Риск же был. Хотя вот конкуренция, например, вот помощь домохозяйки, да, если взять, конкурентов нет как таковых у нас в городе, правда? Вы единственные, кто вот действительно оказывает все услуги. Это франшиза, да, там даже конкурентов не может быть. В общем, любой бизнес – это риск, правда? Например, начинающий какой-то бизнес, но нужно исследовать рынок. И я, например, просто… Фишка в том, что не нужно бояться, пробовать. Нужно искать себя, например, да. То есть, например, даже открывая какой-либо бизнес, нужно мониторить, исследовать рынок. Благодаря Инстаграму это можно делать в пару счетов, например, да. У меня страничка есть «Ак тебе мамс клуб», где у меня 35 тысяч подписчиков, да. Я с этим учетом, я просто исследую, например, что необходимо этим мамам. Этим мамам было необходимо, например, оставить либо детей на пару часов. Допустим, кому-то нужно в садик или кому-то нужно в салон красоты. И, в общем, у меня большой спрос именно на нянчик. В связи с чем пришлось открыть именно такой детский центр, куда могли мамы привозить детей на пару часов, они могли бы поехать по делам. Здорово. Бах, это вот как и кем вы выступаете в данном проекте «Just Project». Мы о нем сегодня говорили в эфире. «Just Project» – я там выступать буду ментором для стартаперов. То есть, любым вопросам могут подойти, я могу помониторить вместе, исследовать рынок и помочь каким-либо проектам, исходя из своего опыта. Ну вот смотри, вы были в Астане командой, да? Сколько человек было из Активинска? Примерно, не можно так сказать, но много. Какие вопросы там обсуждались? Какие планы вообще? Планы на текущий год, 2019 год – это год молодежи, как мы все знаем, да? Очень много получается у нас будет повышаться зарплаты для волонтеров. Именно управление ресурсного центра занимается волонтерами. В этом году, скажу по секрету, они собираются проводить форум в городе, форум волонтеров, то есть из всего региона Казахстана будет именно локация в Активинске. Здорово. Да, потому что наши волонтеры занимают первые места по региону Казахстана. Это круто. Да. Вообще, какие вопросы часто задают стартаперы, да, и начинающие бизнесмены? Что интересует молодежь? Молодежь, ну, как начать бизнес, да, и с минимальными какими-то затратами, как ничего не бояться, как вообще первые два года для любого бизнеса, они подшатаны, например, да, и многие просто 86% стартаперов, именно начинающих бизнесменов первые два года бросают свой бизнес. Почему? Потому что что-то не получается, что-то не нравится, как-то не получается, они решают бросать. Вот именно эти два года нужно продержаться. Если вы продержитесь два года, то бизнес пойдет. Ну вот все сейчас хотят быть бизнесменами, молодежь. Я хотела, да. Кого нет ни пальцем, все бизнесмены. Все бизнесмены, никто не хочет на кого-то работать. Вот это страшно, что все рвутся в бизнесмена, если все будут открывать бизнесмены. Ну нет, классно. Кто будет тогда работать? Есть кому работать, есть такие инертные люди, есть экстраверты, да, кому удобно просто работать на кого-то и подчиняться, да, то есть люди, которые не хотят принимать какие-либо решения и не давать какие-либо указания. А есть люди, которые вот их изнутри прям прет. А много таких, кого прет? А, ну, достаточно. Становится больше. То есть наши, может, когда мы как-то вот так пасали, сейчас люди, молодежь 90-х годов, они ничего не боятся. А кого больше, женщин или мужчин, девушек или парней? Ох ты, смотрите, как вы общий язык. Я сижу и слушаю вас. Ну вот парни или девчонки, кто более резлый такой? Я сталкиваюсь больше с девушками, поэтому, наверное, скажу девочке. Да? А вот проект развития, молодежные ресурсы, чем он уникальный, по твоему мнению? Уникальный в том плане, что очень много волонтеров, да, как я и говорю, они очень нам помогают в том плане, когда мы устраиваем какие-то форумы, какие-то вот, например, помощи. Реально помогают? Вот скажи честно, вот реально помогают или нет? Реально помогают. Также есть у нас еще уже программа ЖАСАЕЛЬ, вот где вот, например, студенты могут зарабатывать, общая личная программа, только в Казахстане она такая есть. И теперь, например, эти студенты могут зарабатывать не только в летний период, когда они могли убирать, а сейчас они и в зимний период могут работать. И тем более с этого года, как сказал Ельбасе, на 30% они должны повысить им зарплату. Год молодежи. Вот 7 февраля пройдет выставка и форум лучших практик, да? А где он будет проходить и будет ли в нем участвовать? А, насчет 7 февраля, честно извиняюсь, я пока не в курсе. Не в курсе, да? Но 20 февраля и 21 у нас будет в Астане форум. Вот туда мы едем. А что программа форума включает в себя? У нас будет 2 дня, это вся ассоциация делок женщин Казахстана, именно Жасканат, молодежное крыло, будет собираться. То есть из 17 регионов все молодые девушки, бизнес-вумы, собираются в Астане на 2 дня. У нас там локация, у нас будут деловые связи. То есть, например, после чего у меня открылись эти филиалы в других городах. Вот, то есть собираемся вот с девочками и начинаем уже мониторить свои бизнесы. И у нас, получается, потом проекты по регионам открываются. Здорово. Ну вот вы такой яркий пример бизнес-вумен, да? Молодая, красивая, перспективная. Так ты определись, вы или ты? Да. Ну, это обязывает положение, да? Так бы я сказала, баконь бы. Я обожаю вот этих девушек, честно. А вот сейчас вы, ну, какими качествами должен все-таки обладать человек, чтобы добиться успеха? Ну, что-то должно же быть у человека заложено? Или можно воспитать в себе эти качества? Я считаю, что это самый главный труд. Ежедневный труд, где ты трудишься, работаешь над собой, воспитываешь себя как личность. Ну, так же это должен человек быть гибкий, то есть не такой твердолобый, да, и идти напролом. В плане того, что сейчас в бизнесе нужно быть лояльным ко всему, лояльным с клиентом или лояльным быть с персоналом своим. Но самое интересное, что все это дается со временем, и считаю, что вот 1% это все равно какой-то дар одаренности, да, 99% труда вставать в 5 утра, приходить на программу «Доброе утро», а потом делать ремонт и ездить по своим, да, проектам. То есть это же труд, вот, колоссальный труд. А как тебе удается еще время оставлять на здоровый образ жизни? Я видел в Инстаграме, ты ходишь, ты занимаешься йогой или как это называется? Стретчинг называется. Значит, подвески какие-то, я думал, ты в цирковое училище поступать собиралась, что ли? Ну, это здоровье, то есть, например, чтобы вести просто активный образ жизни, это нужно также здоровый дух иметь, и, конечно, лень, лень вставать в 8-7 утра, да, идти на тренировки, но ты себя воспитываешь, встаешь, идешь, вот, считаю, что, ну, именно после этих тренировок я чувствую себя такой заряженной, энергичной, и дальше иду. А вот есть какой-нибудь проект, который ты хотела бы воплотить? Ну, смотри, сейчас она тебе так и рассказала о всех своих планах. Да, вот я хотела бы так, а завтра, бац, в городе уже есть, открыли, да? Ну, у меня глобально немножко планы, я хотела бы вообще в помощь взять и открыть в каждом регионе Казахстана, то есть, например, помочь каждой женщине в каждом регионе Казахстана. Но ведь за этим надо следить, бахать, а в каждом городе, разорваться же невозможно. Ну, хотя бы поставить кого-то, кто бы следил бы там. Да, ну, то есть, будем расширяться, правильно? Да, в какой бы город Казахстан, а мы не приехали, дорогие друзья, на постоянное место жительства, да, нам всегда будет помощь. Есть кому обратиться, да. Вот, Павел, вернемся к проекту Jazz Project. Много ли желающих сейчас там, в этом проекте? Ну, люди, получается, оставляют свои заявки, считаю, что много, да. В этом году, получается, у нас активницкая область выделяет 40 миллионов на стартап. То есть, какой-то есть тур, да, который нужно пройти, может быть, не один, а несколько, вот, чтобы стать участником. Что нужно сделать? Наверное, зарегистрироваться. Просто зарегистрироваться, и все. А там уже отберутся. Да, да, да. Да. Бахат, спасибо большое, что ты сегодня пришла в нашу студию. У тебя уже начался день рабочий, как и у нас. Мы хотим пожелать тебе успехов, продвижения. Спасибо. Друзья, напомню, Бахат Малдагиреева, председатель Jazz Canada, Ассоциация деловых женщин в Казахстане, была сегодня у нас в гостях. Мы желаем вам всем доброго дня и хорошего настроения. Далее в нашей программе мы также расскажем об интересных проектах нашего города, которым также руководят молодые люди. Вот, не пропустите, и, конечно, ждем ваши комментарии в социальных сетях. Увидимся на РИКТВ совсем скоро. Спасибо большое. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»